В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях к этому часу. Научиться программировать уже в школе. В Макачкале открылся Яндекс.Лицей для учеников 8-9 классов. Самая большая свадьба, мировой рекорд. В отчисленности гостей побила церемония бракосочетания в Дербенте. Приземлиться точно в цель. В Каякинском районе начались всероссийские соревнования по парашютному спорту. В Макачкале открылся Яндекс.Лицей. Там будут проводиться бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. Таких ребят уже немало и теперь у них есть площадка для реализации своих идей. Уникальную школу для будущих IT-специалистов презентовали в научной библиотеке ДГУ. На открытие приехал и глава Минкомсвязи России Константин Носков. С места событий Хадижа Курбанова. Вот так первый в России робот-аварец по имени Мартин встречает и даже провожает почетных гостей к площадке Яндекс.Лицей. Это уникальная бесплатная школа, где ученики 8-9 класса осваивают программирование и работают над учебными проектами. Изначально проект задумывался как дистанционное обучение для ребят, которое находится в отдаленных точках России. Но он быстро приобрел популярность. Сегодня площадки Яндекс.Лицей есть в более 100 городах страны. Яндекс.Лицей – это такой проект, который позволяет школьникам, будучи школьниками, фактически получить профессию. По окончании двухлетнего обучения, успешно завершившее обучение, школьники будут обладать профессией разработчика, младшего разработчика. Будет достаточно знаний и навыков. Мы придумали такой проект, который мы делаем для всей страны. Придумали 4 года назад, думали, что это фантазия. Открылись в 4 небольших городах. Совершенно специально открывались в небольших городах, потому что делали это не для столицы. Делали это, чтобы было доступно в любом удаленном городе. Старт обучению дан на старцы и ученики. Их здесь 15 человек. Это одаренные ребята, которые прежде чем попасть в число участников образовательного проекта, прошли строгий отбор. Эта площадка станет реализация моих творческих идей. Думаю, в дальнейшем курсы программирования помогут мне. Конечно, хотелось бы стать именно IT-специалистом, создавать то, что еще никогда не было, что-то новое для помощи другим. Программа идет 2 года. А 2 года это получается очень продолжительный срок. Обычно опыт предыдущих лет во время курсов через полгода уже 30% детей отсеивается. А через 2 года получается, что там практически не останется детей. И поэтому необходимо было проверить как их знания, так и усидчивость, заинтересованность в этой теме. Всего в республике запущено 4 группы Яндекс.Лицея. Планируется, что к 2020 году количество площадок увеличится до 8. Расширится и география проекта. Точки Яндекс.Лицея появятся и в Хасавьюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнацке. Глава Минкомсвязи России Константин Носков отметил высокую активность дагестанских ребят в этом направлении и пожелал им успеха в обучении. После официальной части открытия также было подписано соглашение о создании на базе ДГУ профильной кафедры. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Специалисты управления Россельхознадзора провели рейдовые мероприятия в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области семеноводства. Проверка проводилась на прилегающей территории рынка номер 2. В результате обнаружено, что несколько торговцев, специализирующихся на реализации посадочного материала, нарушили ряд требований законодательства в области семеноводства. Отмечено, что продукция не содержала информацию о сроках годности поставщике, партии. Отсутствовали также сведения о транспортировке и хранении семян. База данных дагестанских потребителей электроэнергии будет обновлена. Специалисты компании Россети «Северный Кавказ» проводят масштабную инвентаризацию. Цель – сделать процесс начисления и расходов максимально прозрачным. Благодаря использованию мобильных устройств и сервисов обновить базу как о физических, так и о юридических лицах стало проще. В пользу случаях хочу обратиться к потребителям Республики Дагестан. Да, мы будем запрашивать паспортные данные. Нам они нужны для того, чтобы полная информация об аванитете у нас находилась в базе данных. Вообще, согласно закону, если уж рассуждать об этом вопросе, при открытии лицевого счета все эти данные должны находиться у нас. И эти все данные должны отражаться в нашей базе, в программе. Актуализацию базы потребителей энергетики рассчитывают завершить до конца года. Как отмечают в ведомстве, работа во многом направлена на выявление фактов безучетного и бездоговорного потребления ресурсов. Россияне, пострадавшие от террористических актов, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, а также члены их семей, больше не облагаются налогом на доходы физических лиц. Соответствующий законопроект накануне подписал президент Владимир Путин. Действие налоговых льгот будет распространяться на доходы, полученные физлицами с января 2019 года. Свадьба всегда большое событие, но торжество, которое прошло в это воскресенье в Дербенте, затмило даже церемонию бракосочетания знаменитых олигархов. Там прошла самая большая и многонациональная свадьба, установившая сразу два мировых рекорда. 30 пар представителей 16 дагестанских народностей связали себя узами брака. Все подробности опытом от Ханаповой. Около 30 пар 16 национальностей в один день в одно и то же время воссоединили судьбы. Посмотреть на это пришли более 10 тысяч гостей. Такой большой и многонациональной свадьбы в мире еще не было, поэтому она и войдет в книгу Гиннеса сразу по двум рекордам. И вот, торжество начинается и молодожены исполняют свой праздничный танец. Ну и как же дагестанская свадьба без кражи жениха? Только вот украли его вместе с невестой. Пару искали все и наконец их находят на большом воздушном шаре. Сейчас должны быть уже точно громкие аплодисменты, потому что действительно там пара! Браво! Я думаю, что эта пара родит нам космонавтов! Вот куда я их заплязил! Среди молодоженов, помимо представителей основных дагестанских национальностей, есть и иностранцы. Анна Антонова встретилась со своим супругом Сун Лидун в Китае. Там девушка проходила трехмесячную рабочую практику. И я узнала про это событие, и я чуть не сошла с ума от радости, потому что я так и так собиралась выйти замуж. А принять участие в каком-то мероприятии, которое войдет в книгу рекордов Гиннеса, да еще и самое многонациональное, это большая честь для меня, и я сразу сделал все возможное. Прикласил своего мужа, чтобы расписаться скорее. Каждый раз, когда мы общаемся, открываются новые грани, неизведанные другой страны. И мне кажется, каждый день с ним общаться – это очень интересно. Он рассказывает про свои традиции, я про свои. И когда-то это не совпадает, и это очень интересно. А вот у семи дадашевых классическая история дагестанской любви. Встретили они друг друга на свадьбе друзей. Она – азербайджанка, он – табасаранец. Разные национальности не стали помехой для влюбленных. Не знаю, видная девочка была, увидел, понравилось. Дальше начал писать, и так все закрутилось. Потом решили жениться. А вы дербенте можете жить? Да, мы пока в Дербенте проживаем. Хоть я и живу в Московской области, до этого жил, а сейчас здесь. Среди пар есть семья, которая празднует и 60 лет совместной жизни. Это Гаджимурат Курбанов и его супруга Айша. Они решили поддержать родной Дербент и отметить бриллиантовый юбилей. Мы друг друга понимали, мы друг друга уважали. Очень хорошо были мы в молодости. Вырастили прекрасно семеро детей, дали им образование. На празднично украшенном стадионе на рынке Кала собрались люди со всех концов. Из разных городов, из сел не только Дагестана, но и России. Очень хорошо, мы не ожидали, что прям будет так круто. 15-я школа пришла поддержать и весь город. Приехала с города Избирьбар. Очень приятно. Мои нервы спокойны. Я успокоиться сюда приехала. Мы всех поздравляем, всех присутствующих этих молодых пар, которые соединяют свои сердца. Всем 100 лет без капитального ремонта желаем побольше таких массовых мероприятий. Очередным сюрпризом для зрителей стало выступление ансамбля «Лизгинка». Красочное представление профессиональных танцоров покорило гостей свадьбы. И вот, как и планировалось, эта большая дагестанская свадьба установила сразу два рекорда. Как самая многонациональная и как самая большая по числу гостей. Для объективной и независимой оценки была создана специальная комиссия. Ее решение с замиранием сердца ждали все. Я с удовольствием объявляю о том, что при свидетелях, в 10 382 свидетелях, были установлены сразу два национальных рекорда. Самая многонациональная свадьба с участием представителей 16 разных национальностей. Я поздравляю вас! Так Дербент оставил свой след в книге рекордов Гиннеса и прославился за пределами Дагестана и России. Грандиозный и уникальный праздник завершился масштабным фейерверком. Россия, Россия, свободная Гиннеса, Россия! По тематам Ханапова, Мусас Алгиреев, новости ННТ, Дербент. Шестой международный межрелигиозный молодежный форум стартовал на базе санатория Каспии. В нем приняли участие 150 молодых людей от 18 до 24 лет. Об организаторах форума и том, какие цели и задачи они ставят перед собой, в материале Хамзы Нурмагомедова. Бабо Женжефис и Хайлу Соломон православные. Приехали из Африки учиться в Махачкале на форуме впервые. Признаются в их стороне, такие мероприятия не проводятся. Много религий существуют, поэтому нам нужно быть вместе и думать, как быть хорошо для Бога. Это, что я думаю. Арусан Альканаев – представитель иудейской общины. По его словам, такие площадки помогают ближе узнать другую религию и разрушить сложившиеся стереотипы. Все стали более дружелюбными. И вот действительно форум в какой-то степени укрепляет реальное междунациональное отношение. Встречи с экспертами, тренинги и мастер-классы. Помимо этого участников ждут спортивные и интерактивные игры, а также поездка в Деребент. Особенностью этого форума является то, что каждый год на этот форум приезжают все более новые и новые молодые ребята. И каждый из этих ребят знакомится друг с другом, узнают, так скажем, познают религию тех, кто находится рядом с ними. На торжественном открытии выступили представители власти, народного собрания и духовные лидеры трех конфессий. Все в один голос отмечают – религия несет обществу только добро. И если бы не было и храмов, и мечетей, и людей, которые призывают к религии, призывают к взаимному уважению, ну, я думаю, такой спокойной жизни бы у нас не было, ну, крайней мере, в Дагестане, можно сказать. Организаторами форума выступили Минаст Республики, Муфтиат, Махачкалинские епархии и Совет Иудейских общин. В этом году он проходит санаторий Каспии, где для участников созданы все необходимые условия. Шесть дней форума и 150 участников, которые пройдут образовательную программу на берегу Каспийского моря. Организаторы делают все, чтобы мир и согласие между конфессиями никогда не был нарушен. Хамзан Румагамидов, Гаджи Магамидов, телеканал ННТ, Карабудахкенский район. И о спорте. В Кайкенском районе начались всероссийские соревнования по парашютному спорту на Кубок Российской Ассоциации Героев. На аэродроме в Новой Кайкенсе собрались около сотни спортсменов из разных уголков мира. Соревнования в республике проходят уже во второй раз. За мастерами наблюдала моя коллега Зумруд Гамидова. С самого утра соревнования находились под угрозой отмены. Обрушившийся дождь и сильный ветер поначалу не позволяли выполнять парашютные прыжки. Но капризы природы не испугали смелых спортсменов. В кабине самолета проверяют экипировку, инструктор дает последние указания. Набрав нужную высоту, один за другим они прыгают с высоты почти два километра. Даже если ты мастер спорта, а твой прыжок тысячный по счету, эмоции все равно будут зашкаливать. Ну и эйфория, почему? Конечно, ты всегда получаешь удовольствие от любого прыжка. Состояние эйфории, небо это всегда прекрасно. И всем советуем заниматься этим видом спорта. Он довольно безопасен, поэтому welcome, все к нам. Спортсмены в прямом смысле гуляют по ветру, пытаясь найти с ним общий язык на высоте. Только 10 секунд свободного падения, а дальше профессиональная работа. Здесь мало приземлиться, нужно это сделать максимально точно. План прыжка строится изначально на земле, а в воздухе просто придерживаешься этого плана, говорит Сергей Серегин. За его спиной уже более двух тысяч прыжков. Ощущения новичка уже прошли, уже страха как такового нет. Всегда думаем о задании, что нам судьи дали на этот прыжок, какое задание выполнить, думаем о нем. О страхе думать некогда. Залог успеха, по словам спортсменов, в годы тренировок. Впрочем, Дагестан располагает всеми условиями для развития парашютного спорта. Эти соревнования нас обязывают подойти от оборудования этого аэродрома уже с профессиональной точки зрения. Здесь инфраструктура нужна соответствующая. Но всем этим будем заниматься. Интерес у парашютистов не только России, но и международного уровня очень высокий. Я думаю, что здесь будет развиваться парашютный спорт. Герой афганской войны Александр Салуянов, тот самый ботяня Камбат из одноименной песни группы Любе. Именно его выдающиеся подвиги легли в основу этой всеми известной песни. Два с половиной года он командовал воздушно-десантным батальоном в Афганистане. О нелегкой и опасной службе знает не понаслышке. Значимость этих соревнований очень большая. Мы надеемся, что еще в следующем году, год юбилейный, мы повысим статус соревнований до международных и выполним свою задачу. Одна из задач – это повысить имидж и авторитет республики. Потому что здесь каждый носитель информации. Пусть он приедет и расскажет, что из себя представляет республика Дагестан. Помимо экстрима, здесь же для гостей и участников соревнований были организованы шатры с угощениями и национальные майданы. Разбор полетов будет 1 октября. Здесь подведут итоги и назовут лучших из лучших. Впрочем, сами спортсмены говорят, свою главную награду на этих соревнованиях они уже получили – головокружительный полет над Дагестаном. Зумруд Гамидова, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Кайкенский район. Это все к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова